В том, что мы недооцениваем свое бестелесное поле, мы недооцениваем свое сознание, мы недооцениваем свои чувства. Так вот, этим самым нужно понять, что наше бестелесное очень часто имеет больше значения, чем наше телесное. Мы своим бестелесным можем лечиться, мы своим бестелесным можем воспитывать свое тело. Жизнь так устроена, физическим телом управляют гормоны, а гормоны заставляют человека совершать ошибки, то есть там желать мужчину, который не хочет женщину, не понимая, что мужчина это не игрушка, это человек со своим характером и так далее. И после этого добиваться, манипулировать, производить жестокие чувства по отношению к этому мужчине или женщине, забирать, воровать, ругаться, добиваться, орать и так далее, блудить, обжираться, это все наши физические проявления, которые есть в нашем физическом теле. Сознание же наше, оно просто управляющее устройство и сознание, оно просто вот живет, наблюдая над тем, как это тело, но душа следит бесконечно за тем, чтобы у человека было движение к Богу, чтобы человек становился более добрым, чтобы человек становился более милосердным, терпеливым. И эти два элемента, они очень активно работают, когда человек бесконечно погружается в то, чтобы там, ищет постоянно полового партнера, хочет только жить так, чтобы объедаться и лежать, не думает о духовности, не думает о милосердии, не думает о Боге, не видит окружающего прекрасного мира, не ощущает радость своей жизни, его душа начинает угнетать его физическое тело, фактически заставляя сознание прийти к тому, что нужно расти духовно. И в этот момент формируются заболевания, и эти заболевания, они контролируются душой, то есть человеку помогают быстрее переродиться, заставляя его болеть. Наше физическое тело управляется через живот, наша душа управляется через грудь и наши чувства, наше сознание это то, что мы ощущаем в себе, наше сознание может общаться с нашей душой. Самый простой метод это пообещать душе, что мы будем в своей жизни добиваться духовного роста и попросить ее не так мучить наше физическое тело. Это и называется молитва, к своей душе обращаясь необходимо говорить, ты моя хорошая, ты моя прекрасная, ты моя возвышенная, любимая душа, помоги избавиться от моих заболеваний, я обещаю тебе терпения, я обещаю тебе веры в то, что будет хорошо, я обещаю тебе духовный рост, я не буду больше злиться на окружающих людей, я не буду ненавидеть, я буду более божественным человеком, я буду стремиться быть хорошим человеком, я буду выражать и контролировать все проявления добра, я одену тебе душа и себе орден и напишу надпись на нем, я хороший, добрый человек. И вот с таким намерением, вот с такой молитвой вы можете попросить свою душу, чтобы она помогла справиться с заболеваниями.